Ребята, всем привет, у меня канал Будда Гришна. Я уже снимал видео, одно, правда, но снимал, о ситуации в Норильске после ЧП, после разлива там нефтепродуктов из резервуара. Это страшная экологическая катастрофа, масштабы которой не просто непонятны до конца широким массам общественности. А экологам давно понятны. Это, я бы сказал по-русски, что такое, но это очень сложная ситуация и урон природе нанесен фантастический, колоссальный. Но люди же хотят знать, что с водой, что с грунтом. Соответственно, журналисты хотят взять пробы, вывести оттуда, исследовать независимо, не получать информацию из одних только рук, из, соответственно, Норникеля, да, а самостоятельно, независимо сделать экспертизу. Но им не дают. Но им не дают. Депутаты Мосгордумы Сергею Митрохину запретили увозить пробы воды и почвы из Норильска. Сами догадываетесь, почему. Наверное, не потому, что она слишком чистая вода и слишком незагрязненная почва. Норникель не позволил депутату Мосгордумы Сергею Митрохину вывезти из Норильска образцы загрязненной воды и почвы, которые он пытался отправить на экспертизу по просьбе новой газеты. То есть журналисты обратились к депутату Мосгордуму, чтобы он взял эти пробы и отправил им. Но ему это сделать не дали. Как сообщает издание, депутат был остановлен в Норильском аэропорту сотрудниками службы авиационной безопасности при посадке на рейс в Новосибирск. Выяснилось, что поступил анонимный звоночек о том, что на борт самолета хотят провести горючий смазочный материал. По словам сотрудников, депутат должен был оформить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности Норникеля. А там, вы понимаете, эти пробы уже не независимые. Отмечается, что пробы были взяты экологами в присутствии корреспондентов газеты из озера Пясино и реки Песина. Сейчас, я надеюсь, что я правильно произнес. Сейчас образцы во-прежнему находятся в Норильске. Митрохин вылетел в Москву без них. Также корреспонденты издания жаловались на постоянные проверки, слежку со стороны полиции. Против них даже пытались составить протокол о нарушении карантина, несмотря на указ губернатора края, что на работу тех людей, которые занимаются катастрофой, не распространятся никакие ограничения. В связи с этим газета обратилась в Следственный комитет к уполномоченной правом человека Татьяне Москальковой. Представители МЧС сообщили о ЧП 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара с нефтью около Норильска из него вытекло около 20 тысяч тонн топлива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Только к 5 июня ведомство сообщило о локализации места разлива дизельного топлива. Значит, вы знаете, ну совершенно понятно, почему не дают вывести. Почему не дают вывести. И совершенно понятно, что всей правды, как и катастрофами, которые были, мы не узнаем. И меня почему-то это совершенно не удивляет. А очень жаль, что так происходит. Потому что люди имеют право знать, что происходит с землей, на которой они живут. Как мне кажется. Пишите, ребята, ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok